Эти мультфильмы знают толк в сатире. Привет и добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня мы собрали для вас топ-10 мультсериалов с лучшими пародиями. В этой подборке мы пробежимся по мультам, которые часто пародируют другие медиа и поп-культуру, и делают это чертовски хорошо. Номер 10. Губка Боб. Квадратные штаны. Хоть Панч Боб и живет в ананасе на дне морском, он, как и другие жители Бикини-ботом, точит зуб на человеческую поп-культуру. Ну или это дело рук авторов сериала. В сериале масса гэгов, которые легко проморгать, вроде перефразирования цитат из классических фильмов типа «Бунтаря без причины». Некоторые серии основаны на пародировании исходников, например, эпизод «Остров карате» — это чисто фильм «Выход дракона» Брюса Ли. Иногда есть персонажи, которые пародируют других, например, «Морской Супермен» и «Очкарик» отсылают к Бэтмену и Робину. Номер 9. Волшебные покровители. Волшебные покровители — это история о приключениях мальчика Тимми и его сказочных крестных родителях. Тут волшебное количество отсылок и пародий на поп-культуру. Серия обычно состоит из тонко завуалированных карикатур на персонажей, истории и даже на реальных людей. Получите все мои бицепсы, Уолта Кидни и Сильвестра Кальцоне. Тимми также увлекается супергероями, так что есть масса возможностей для Стёба. От персонажа багрового подбородка до пародий на организации вроде Лиги Справедливости. Номер 8. Братья Вентура Сюжет «Братьев Вентура» закручен вокруг тех самых братьев, их неудачника-отца-ученого и различных телохранителей. Благодаря гигантскому актерскому составу весь сериал — это одна огромная солянка из приключенческих мультов типа Джонни Квеста и супергероев. Разные жанры пытаются ужиться в плюс-минус реалистичном сеттинге. Помимо очевидных подколов, есть и более утонченные пародии. Например, темный вариант Скуби-Ду или чрезвычайно жуткий сплав Бэтмена и Супермена в озвучке Кевина Конроя — голоса самого Бэтмена. Братья Вентура с любовью издеваются над многими элементами поп-культуры, но при этом создают из них собственную мифологию. Номер 7. Ребут Жители мейнфрейма могут показаться топорными и неуклюжими по современным меркам, но у них хватает таланта пародировать другие произведения. Ребут — первый компьютерно-анимационный сериал, поэтому его сеттинг мира внутри компьютера кажется вполне уместным, ведь это отсылка к нескольким играм типа Doom. Тем не менее, это инновационное шоу привлекло тьму разных деятелей поп-культуры для своих шуточек, иногда в форме активно используемых в сюжете игр, наподобие пародии на могучих рейнджеров или безумного Макса. Номер 6. Озорные анимашки В этом мультяшном шоу были одни из самых умных и подрывных сюжетов на телевидении в 1990-х, включая и пародии. Сценаристы шоу отлично справились с пародиями на взрослые темы, которые обычно пролетают мимо детей, например, «Апокалипсис сегодня» или «Смысл жизни» Монти Пайтона. Кроме того, что в анимашках одноразовые пародии были обычным явлением, также присутствовали повторяющиеся сегменты вокруг пародийных персонажей, например, трио «Гад Физерс», отсылка на славных парней, или «Дьявольский Брейн» из «Пинки и Брейна», чей характер и манеры переданы актерам Орсоном Уэллсом. Номер пять. Робоцып. Пародия — это три слона этого стоп-моушн-скетч-шоу. В каждом выпуске Робоцыпа не меньше дюжины пародий, а большинство скетчей заточены на прожарку какого-то аспекта поп-культуры. Причем зачастую под раздачу попадают супергерои, мультфильмы и все остальное из 80-х. Хотя пародия — это в основном быстрый обстрел нескольких тем, есть пару серий, посвященных обстебыванию чего-то одного, например, спецвыпуски по «Звездным войнам» или «Ходячим мертвецам». Номер четыре. Рик и Морти. Это мрачный и шизанутый сериал про ученого-алкаша Рика и его внука, ну и про других членов семейства. Рик и Морти ступил на какую-то странную научно-фантастическую территорию часто при помощи пародий. Хотя некоторые пародии прямолинейные и дикие. Многие из них используются для основы сюжета. Зачастую несколько пародий комбинируются и на выходе дают собственное видение известных историй, таких как «Парк юрского периода», «Фантастическое путешествие» или «Начало, смешанное с кошмаром на улице вязов». Номер три. Симпсоны. Сразу вспоминается другой мультмета-гроунинга — «Футурама», но Симпсоны все равно побеждают. Этот сериал бьет все рекорды продолжительности и, выходя в эфир в 20-м и 21-м веке, высмеял почти каждый кусочек поп-культуры. Особого внимания заслуживают ежегодные эпизоды «Дома ужасов», которые почти полностью посвящены пародиям на хорроры или сайфа-истории. Можно утверждать, что не все пародии Симпсонов стали классикой, но все они как минимум хороши. Номер два. Гриффины. Гриффины, безусловно, прекрасный пародийный сериал от создателя американского папаши. В Гриффинах часто используют лазейки для несвязанных шуток, что и позволило сериалу вывалить огромный объем пародий и отсылок на поп-культуру. Некоторые серии полностью сосредоточены на пародировании определенных источников, от сборников истории до тематических эпизодов наподобие «Звездных войн». Но как бы здорово этот сериал не прожаривал, есть еще один мульт, превосходящий всех и вся лучшими пародиями. И прежде чем мы доберемся до нашего номера один, вот несколько сериалов достойных упоминания. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Южный парк. Ну и вот король пародийной анимации Южный парк. Несмотря на то, что другие шоу были более продолжительными и выходили чаще, Южный парк один из самых креативных и жестоких сериалов с пародиями и сатирой, когда-либо показанных по ТВ. Сериал не щадил ни знаменитостей, ни политиков, ни религии или шоу. Под раздачу попали даже реакции людей на все это. Пародии сохраняют свою голкость и актуальность благодаря оперативному выходу серий. Южный парк не обходится без комедийных панчей и пародия его «Сильнейшее оружие». А вы согласны с нашей подборкой? И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры подогнал «Симон»!